Джамшит – студент. Учится в одном из Ожских учебных заведений, а на выходных помогает своим родителям. Из-за того, что зимой выпало мало снега, земля сейчас мягкая, поэтому мы начали так рано сажать картофель. Среди тех земледельцев, которые стараются за год получить урожай дважды, Ирай Ханой – житель села Сарай. Средства для проживания семьи, состоящие из пяти человек, зарабатываются именно на этих 30 сотках земли. Этих денег хватает и на обучение детей-студентов. Земледелец говорит, что урожай начнет реализовывать уже через 80 дней. Самое главное – пережили зиму с детьми, приступили к весенне-полевым работам. Надеемся, что в мае уже будем продавать урожай. Но большинство наших покупателей из Казахстана, поэтому, чтобы наши труды оправдались, надо, чтобы границы оставались открытыми. Между тем, семья Каюмовых, которая в прошлом году осенью не успела собрать второе урожай, сейчас копает морковь. Примерно одна треть моркови, которая пролежала под снегом четыре месяца, замерзла. После сбора урожая пшеницы туда же я посадил позднеспелую морковь. Из-за того, что зима наступила очень рано, я не успел собрать урожай. Копаем ее только сейчас. Но, в принципе, сохранилась она неплохо. С поля овощи забирают по 8 сомов за килограмм. Именно для предотвращения таких рисков араванцы в своем деле стали использовать полиэтиленовую пленку. Она не только защищает семена от заморозков, но и полезна для раннего созревания. В прошлом году, когда картофель стал уже созревать, пошел снег, и половина урожая была уничтожена. В этом году стали накрывать полиэтиленовой пленкой, даже несмотря на ее стоимость. Ранние урожаи и по цене выгодны. Молодой картофель поступит в продажу уже в начале мая. Вороване ежегодно собирают около 30 тонн картофеля, 30% которого экспортируется за рубеж. Картофель в этом году планируется посадить на 1800 гектарах. Начинается с 15 февраля до 10-х чисел марта. Посадка картошки проходит массово. Сейчас в теплицах выращивают рассады картофеля. Через несколько дней поступит в продажу и рассадка капуста. Примерно с апреля начнется посев хлопка. В Орованском районе всего 19 тысяч гектаров сельхозназначения. Из них на площади 1350 гектаров посеяна озимая пшеница. К тому же в последние годы расширяется площадь хлопка и кукурузы. В частности, сейчас уже имеется 3500 гектаров хлопка и 100 гектаров кукурузы.